Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Елена Колина. Дневник «Измены». Читают Марина Лисовец, Григорий Данцигер и Надежда Винокурова. 20 октября. Суббота. Как всегда по субботам, я одна. А ведь одиночество, острокизм, изгнание всегда считались ещё более страшным наказанием, чем даже смертная казнь. Меня утешает только любовь. Что вокруг меня одна любовь. Вот сухое перечисление чужих романов, не моих. У мамы роман с каким-то молодым человеком, немного постарше её. Познакомились в библиотеке. Сегодня вдвоём читают Андрюшечке и Евгения Онегина «Избранные места». У Алёны роман с Никитой. Алёна говорит, что строительство дачи в Испании очень их объединило. Ещё больше, чем раньше. Мы вместе строим дачи в Испании. У них ещё ничего не построено, и у нас тоже. Но почему-то они упоённо выбирают мебель, а Андрей даже не хочет обсудить со мной проект дома. У Андрея роман с Сёмгой уехал на рыбалку. Не говоря уж про Муру. У Муры пять-шесть романов. «А я?» «А я?» «Вокруг меня одна любовь. А я?» Но где же мне найти любовь? В бутике? В косметическом салоне? В бассейне? В бассейне. Наверное, можно. Отчего чётко осознанная злая неприязнь к Полине, отчего «не люблю Полину» обязательно означала «люблю Дашу». Конечно, тут сказалось моё невероятное возбуждение. Когда человек находится в стрессе, у него обостряются все чувства. Но ведь я и правда её полюбил. Это не моя обычная, слегка украшающая жизнь влюблённость, а что-то простое, уютное, тёплое. Я её люблю, как любят близкого человека, родственника, подружку. За что? За то, что она меня понимает. Даша милая, нежная, неглупая, смешная, своя. Она не соперничает со мной, как Полина. Она дружит со всеми, а Полина даже с Юлькой не дружит.